Мы пришли на утренний геймдрайв, время 3.45 утра, а мы уже в числе страждущих, вон там сидим на скамеечке, чтобы отправиться в утренний отсмотр животных. Вот наш пепелац, который уже ждет нас для того, чтобы, так сказать, показать нам очередные красоты. Конечно, вставать в 3 часа ночи в мероприятие не из очень приятных, но тем не менее мы это делаем, потому что это имеет смысл. Там на севере в Пафури Кемпе мы выезжали в 6, здесь мы выезжаем в 4, как раз чтобы застать животных за их последними делами ночными, перед тем, как они пойдут спать, перед тем, как рассветет и начнется жара. Температура где-то градусов 23-25 по ощущениям, вот, но я все равно надел ковтец, потому что там в машине ветер содит, вот, и лучше, так сказать, быть готовым ко всему. В общем, вот, продолжают подтягиваться страждущие, мы сейчас будем смотреть, как там нас опять будет мудохать слон или что-нибудь такое. Так вот выглядит сканирование обочины на предмет наличия там животных, когда едешь в темное время суток. Мы вызвали сами светить, освещать левую сторону, потому что когда это делают другие, это полный пиздец. Люди вообще не выполняют инструкции, которые им дают, а делают полную хуйню. Вот, например, тетка справа, она не водит влево-вправо, не сканирует, как положено по инструкции местность, а надо делать вот так. Надо водить влево-вправо и подсвечивать еще верхушки деревьев иногда. Вот Лена правильно делает, поняли? Вот запоминайте, как надо вообще на ночной, ну не ночной, а на драйвинг, пока еще темно выезжать. Но ничего, через минут 30-40 рассветет и будет вообще шик-модерн, и не надо будет ничего подсвечивать. Такие вот замечательные рассветы в Африке. Никто никогда раньше таких не видал, в прямом смысле. Мы тоже такие раньше не видали. Мужик сказал, что это от того, что там пыль какая-то в воздухе люминесцирует и отражается, поэтому такой цвет красный. Короче, нормалек, нам нравится. Да гениальная баба закончила освещение боковых кустов и решила положить фонарь просто на кресло. Веселые ребята вышли на дорожку за гимпалой. Интересуются, так сказать. Сваливай, сваливай, сваливайся. Все, ребятки закончили свои дела и пошли на своя сеть. Полежали и ходу дали. Вот такой вот наш гид сегодня, такой пухленький мужичок. Мы уже на какой геймдрайвинг-то по счету едем? Уже раз 10-й, наверное, да? 135-й. 135-й? Ну, в общем, что-то да, геймдрайвингов много. В ЮАР, как известно, очень уважают Нельсона Манделлу. Это, в частности, выражается в том, что он изображен вообще на всех купюрах, всех денег, на всех банкнотах, всех номиналов. Ну, он там же долго просидел в тюрьме, там основал вот этот вот Африканский национальный конгресс, который дал, ну, упразднил апартеид в каком-то там, в 90-каком-то году. И с 94-го по 98-й, кажется, если мне память не изменяет, он был президентом ЮАР. Ну, сейчас, типа, текущий президент там какие-то опиздалы. Вот так, не улетайте, денежки мои. После Манделлы там еще какой-то был придурок. А после этого придуркова сейчас этот Зума, портреты которого везде висят по всей стране, вот, что, мне кажется, не добрый знак. То есть портрет на банкнотах – это одно, а вот портрет в кабинетах – это уже совершенно другое. Вот. А с другой стороны, на деньгах у них изображены, естественно, животные. Вот здесь вот на десятке изображен носорог, на сотке изображен баффало, вот, а что там подписано еще? Видимо, что-то еще написано, не знаю, наверное, на африкансе вот эти вот надписи. И на двухсотке изображен леопард, вот. Банка Ярисефи, Яафрика Борва, чтобы это значило. Ну, в общем, короче, они такие тут, этот, веселые ребята. Денежки у них красивые, мне нравятся. Вот, сейчас курс где-то к рублю. Один зар, этот, ой, один рант южноафриканский. Насколько я помню, 16, о, 4 с чем-то рубля. Вот. И, ну, в принципе, так. Цены, на мой взгляд, сравнимые с российскими. Может быть, чуть-чуть подешевле. Но, в общем и целом, примерно одно и то же. Вот. Ну, магазин, который тут, вот, в этом Алифансе, он вообще обдиралочный. Тут все в полтора раза дороже, чем в городе. Но мы, благо, об этом знали заранее. Нам хозяйка сообщила в предыдущем нашем месте ночлега, месте постоя. И мы все купили заранее за пределами парка. Вот. И сложили все в нашу знаменитую челночную сумку, которая им очень в супермаркете глянулась. Вот. Ну, Россия, это и Голландия, ой, Россия и ЮАР, это близнецы и братья. Южная Африка, это точно Россия. Потому что, вот, например, нам выдали бумажку, несколько таких бумажек, для попадания на геймдрайвинг. Вот это вот, в частности, Сенсет Драйв будет сегодняшним вечером, вот, в 16.30. И эту бумажку тебе дают, когда ты чекинишься в национальном парке, если ты заказывал эти геймдрайвы, они опциональны. Вот. А на этой бумажке что? Фиолетовая печать. С датой, когда она была выдана. И с тем парком, с тем кемпингом, который выдал эту бумажку, вот, Алифантс Кэмп. Вот. И без этой фиолетовой печати ты на геймдрайвинг не попадешь. Там нигде ничего больше не записано. А, соответственно, эту бумажку нужно заполнить со всеми своими данными. Там, согласиться с тем, что ты отказываешься от претензий в случае каких-то травм, там, и так далее. Вот. И передать водителю. И водитель, если ты вот тут в трех местах подпись не поставишь, и, соответственно, вот этой фиолетовой печати не будет, хрен тебя пустит. Так что, господа, добро пожаловать в регистратуру. Поликлиники города Люберцы. Что-то мы ему не очень понравились. Это маленькая фиолетовая. Что она делает с садом? Она должна... Рейд сжигает кожу, потом сжигает кожу, потом вжигает кожу, потом вжигает кожу, потом вжигает кожу, найдет воду и превращает кожу. Сжигает кожу. Грамотно так забрасывает. Если это не работает, то это может быть сжигает. Когда они движутся, движутся, едутся, они делают сжигает. Так что, берем сжигает кожу. Сжигает кожу. Вот так вот в Южной Африке дела и делаются. Не набралось людей на наш тур, и мы уже едем в приватный тур, как мы и хотели. Вот в мелкой машине. Между прочим, глава, гайд, всех гайдов в нашем кемпинге «Олифант». Веселые дела. У него, кстати, имя так русское, не слово. Так гиена орет среди ночи. Классно так она сообщает о том, что это ее территория.